Добрый день! С вами Ирина Багнюк, канал Усадьба Багеры. Продолжаем работу по формированию бонса из гинка. Так, вот его лицевая сторона, ориентировочная, возможно, чуть-чуть поменяется. Он, скорее всего, так, пока что, думаю, по тому, как он вырастил ветви. Значит, вы его видели, одно видео было, там была его посадка, он был без листьев, то есть совершенно невозможно было его оценить, как и что. Сейчас он вырастил вот за эту весну такие длинные ветви прекрасные, то есть это вот все свежее, свежий прирост, целые ветви. Вот их три огромные, одна поменьше. Значит, я его покручу, смотрите, как он оброс. Сегодня будет его минимальная, но нужная ему обрезка, и, так сказать, формировочная будут заданы эти каркасные ветви. До этого у нас их было буквально две. Вот, и вот тут вот сзади еще, так будет лучше видно. То есть вот это было уже, и вот эта вот ветвь. Остальное было просто вот почечки и какие-то листики. Значит, прекрасно он выглядит. Я хотела еще показать другой вариант. Я в прошлом видео упоминала, что они есть очень разные. Есть вариегатные формы, есть с более мелким листом. И вот на примере этих двух хотела показать. Значит, чаще всего в продаже встречается и дешевле всего вот этот вид. Это самый простейший гинкодвулопастный. Вот он, у него очень сильный вот такой разрез. Очень сильный, если сравнить, чтобы хорошо было видно, наверное, вот с этим листиком. Даже на больших листьях тут меньше этот разрез, то есть они короче, не такие длинные. Вот, большие. Маленькие листья имеют, иногда вообще не имеют этого разреза. Такие вот аккуратненькие. Так сказать, другие вот тоже поаккуратнее. Почему это важно? Это важно, потому что гинка, в отличие от остальных деревьев, которые мы можем уменьшить размер листа с помощью более частого ветвления, то есть вот тут довольно большие расстояния между листьями, листья огромные. Когда мы добиваемся того, что у нас чаще находятся листья, листья уменьшаются в размере. У гинка не уменьшаются. Поэтому, если вы хотите более компактную форму, мы, в принципе, рассчитываем, что гинка это не самое маленькое дерево будет в нашей коллекции по размеру. Если его формировать в стиле, который чаще всего используют, и японцы, например, только в этом стиле формируют, это в виде такого факела, то он может быть, вот так я вот так поверну, чтобы вам не в лицо были эти ветви, то он может быть и поменьше, примерно такого размера, такого. Если мы хотим, вот я тут хочу, чтобы все-таки эта форма стремится к тому, что пологие ветви растит, вот они, пологие, это редко бывает, поэтому если вдруг мы встречаем такой вид, то это хорошо, и мы этим пользуемся. То есть если хотим такой, то он будет побольше, то есть его размер будет примерно вот так, и, соответственно, если лист помелче, то это лучше. Если лист у нас огромный, то рассчитываем на то, что это будет все-таки форма побольше. Вот, поэтому хотела его показать. Ну и спрашивали по поводу, когда начинать обрезать, если у вас маленький-маленький, то вот тоже это в конце видео, это будет показано и рассказано. Значит, приступаем. Так, смотрим, как он выглядит. Вот его спинка. Вот так он, вот так вот он выглядит. Замечательно. Все прекрасно. Значит, у Гинка есть особенность. Тоже об этом упоминала. Повторюсь. Он очень плохо затягивает срезы. Очень плохо, потому что у него не нарастает колюс. Вот эта вот замещающая ткань. Он их просто затягивает, зарастает тем, что просто они наплывают. Со временем просто кора старая наплывает. Но это происходит очень медленно. Вот, покажем еще раз. Крупно. Вот. Этот срез, не знаю, когда был сделан. Я купила, уже он был. За 2 или 3 года, что у меня это дерево. Вот он уменьшился значительно сильно. Уже практически не видено. До этого была прямо рана, была видна. То есть я купила. Вот с этим тоже я его купила. То есть это было просто, ну не было другого, более подходящего. Поэтому это будет очень много лет зарастать. Но это как бы повреждение. Тут мы не виноваты. Но вот когда мы срезаем, то это не быстрый процесс. Поэтому больше, чем, вот сейчас покажу, и будет этот срез. Больше, чем, вот так. Толщина вот этой ветви, это где-то 0,7, ну 0,8, так скажем, да. Ближе, ну в общем, больше сантиметра нежелательно срезать. Мы будем очень-очень долго их заращивать. Даже с замазками специальными. Это долгий процесс. Поэтому следим и обрезаем ветви, которые планируются обрезать. Ну, к примеру, нам бы нужно было вот эту ветвь. Мы бы ее растили как жертвенную, потом обрежем. То вот в случае сгинка это так себе вариант, потому что очень долго будет это зарастать. Так, ну в общем, будем обрезать. Значит, наверное, начнем сверху, потому что вот это все вам сильно мешает. Значит, мы уберем вот эту ветвь. Я не просто так о ней сказала. Вот, то есть, почему она не была убрана раньше? Раньше был срез. Вот так топорщится вверх листья, что плохо показать можно. Значит, вот срез был. Почему не была срезана и та ветвь сразу вместе с этим срезом? Потому что было непонятно, неизвестно, пробудятся ли вот эти почки, будут ли они. Вот, одна пробудилась и просто листья, одна вырастила хорошую ветвь. Поэтому мы теперь спокойно, зная, что у нас верхушка, две ветви будет, это хорошо, мы ее спокойно срезаем. Сейчас я ее срежу с пенечком небольшим, потом уже все аккуратно. Вот таким образом убираем. Так, на пенечек не обращаем внимания, тут надо будет аккуратно убрать. И что теперь делать? То есть, мы убрали то, что нам точно не нужно. Потом весной мы даем ему пробудиться, даем ему вырастить ветви, выращиваем. То есть, у него, вот видите, некоторые просто листики выращивают. Открылась почка, вот, и только листья. Тут, естественно, ничего не делаем. Там, в лучшем случае, в следующую волну роста, в середине лета, ближе, ближе к середине, тут может пойти ветвь. Может не пойти, может дальше, уже на будущий год только. То есть, в сильную волну роста, в весеннюю. А есть те, которые пробудилась почка и выпускают длинную ветвь. Мы даем этой длине, она не сразу вырастает такая длинная, она просто начинает расти. Мы даем ей вырасти до примерно 6-7 листьев. Вот тут получилось длиннее, пока я еще дождалась удобного дня для съемок. Вот, то есть, мы ориентируемся, вот, 6-7 листьев. Вот, и еще на что ориентируемся, вот, сейчас на этой ветви, это можно показать. Значит, вот она растет себе, растет. Вот эти 6-7 листьев, можно 8. В какой-то момент, вот тут мы видим зачатки почек. То есть, сначала они просто листы все, вот так ровненько. Я не знаю, насколько это получится камерой, так что внимательно слушайте. То есть, просто веточкой, просто листик видно, что там нет никакого зачаточной почки. Потом в какой-то момент она вот тут вот появляется, она видна. Пробую еще с этой стороны. И вот так вот на руке, возможно, получится увидеть. Так что смотрим в пазухи листьев наших ветвей. И если видим там зачаточную, то уже спокойно можем обрезать. Даже если их вдруг 5 листьев. Потому что бывает веточка не так быстро развивается, если она, например, внизу. И тогда мы срезаем, оставляя 1-2 листа. Таким образом, очень часто формируют вот этот вот факел. Если мы формируем не факел, а как в моем случае, вот такую вот все-таки раскидистую форму. Потому что гинка в такой форме, на мой взгляд, гораздо красивее, чем просто вот этот факел. Поэтому тогда мы выбираем еще не просто 1-2 листа оставляем. Ну, 2 в основном. То мы выбираем еще, как обычно, почку туда, куда нам надо. Например, вниз. Если нам надо более пологую, в какую-то из сторон. То есть мы тогда продлеваем чуть дальше. Сейчас я вот тут посмотрю. Потому что я так уже не помню, где я хотела. Срежу и вам покажу. Так. Вот. То есть у нас получилось. Мы не берем вот эти листья, которые сразу, так сказать, вот сразу идут. И у нас получится 1-2-3 листик. Почему его, хоть он и более длинный здесь, черешок, и это верхний. Может быть потом он будет сокращен и ниже. Вот сюда, до этого листа. Но пока вот так. Потому что вот в эту сторону лучше. Следующая веточка вот эта. Чтобы вам меньше все это закрывало. То же самое. Мы ищем, куда нам нужно. И это сокращаем. Вот. Я сейчас так чуть-чуть длиннее. Потому что потом еще посмотрим на его общую форму. Возможно, будет сокращен ниже. Ну, в смысле, еще одно деление. Так. И еще при этой обрезке мы также учитываем, верхняя это ветвь, в середине это ветвь или нижняя. То есть верхнюю нам надо остановить в росте больше. И вот, возможно, здесь я потом посмотрю общий вид. И это будет сокращено здесь. И в середине, может быть, тоже, потому что там есть чуть ниже. Вот. То есть это учитываем, эти сильнее развиваются, сильнее мы их останавливаем в росте. Иначе и самые нижние. Значит, идем вниз. Тут у нас на момент прошлого видео была почка. Из которой сейчас эта выросла ветвь прекрасная. Была маленькая веточка. Маленькая веточка и почка. Из которой просто пучок листьев. И еще была третья почка. Я говорила, что тут мы будем выбирать, что оставлять, что нет. Значит, я хочу внизу эту ветвь. Это будет интересно. То есть вот эта ветвь у нас точно остается. Вот она. Сейчас вот так. Вот лицо. То есть она мне сюда очень-очень нравится. Вниз, в бок. Теперь со спины. С одной стороны было бы неплохо какую-то ветвь сюда назад. Вот из этой почки. Да? Это была бы... Это убираю. Вот. Ветвь назад. Как бы хорошо, потому что у нас потом долго пусто. И вот тут есть ветвь назад. Думаем, что будет ветвь. Да? Пока пучок листьев. Вот. Но они получаются совсем рядом. И получается на одном уровне. Не буква Т, но некрасиво. То есть если мы уберем вот эту. Оставим эту ветвь. И останется эта вот. Не очень красиво. Поэтому я решила ее убрать. А оставить вот эту веточку. Почему? Не потому, что она будет... Она будет ветвью... Как бы отдельной. Они очень близко. Эту мы немного сократим. Будут... Так как они просто вплотную. Они будут делать как будто это одна ветвь. То есть у нас будет не просто вот... Вот лицо. Как будто... Вот ее нет. Да? Не просто сюда ветви. Где-то здесь она ветвится. А она уже будет вот такая вот большая. То есть она идет и в сторону. И сразу идет назад. Вот такой вот вариант. Поэтому я их решила оставить две. И чтобы она все-таки вот эта ветвь начала ветвиться. И это пробуждаться тоже лучше. Несмотря на то, что она в самом низу. Мы ее тоже сократим. Вот. Сейчас только. Наверное вот здесь. Возможно, она потом будет сокращена еще на одно деление до следующего листика. Но пока вот так. То есть чтобы побольше у нее было сил. Больше листьев. Больше сил. Она начнет ветвиться. Есть шанс, что она в этом сезоне даст из пазухи какие-то листики. Какую-то веточку. Если нет, то на будущий год. И тем самым, что она не будет забирать все. Вот это тоже будет развиваться и даст веточку. Поэтому тут вот так. Так, что у нас еще? А, да, посмотрите его внешний вид. Так, вот эта ветвь. Теперь, когда виден весь объем. Здесь как сокращено. Здесь вверх как сокращено. Видно, что все-таки еще одно деление лучше убрать. А эта почечка пойдет сюда. Тем более, что эта у нас уходила еще дальше сюда. И больше в лицо, и в сторону. А тут у нас ничего нет в эту сторону. Эта почечка пойдет все-таки чуть-чуть. Чуть-чуть в другую сторону. Так. И в то же время мы ее сильней остановили в росте. Вот эти вот имеют шанс теперь пробудить и начать веточки растить. И то же самое мы смотрим вот с этой верхней. Так. Ее мы тоже сократим, потому что это будет уже ближе. Добиться конусности особой у него сложно. Это надо сокращать еще ниже, еще сильнее. Не очень хочется. Хочется дать ему просто силы расти. Ему поэтому такая огромная плошка. Вот. Это он немножко еще, конечно, подрастет вверх. Но хочется, чтобы уже здесь были более короткие веточки. Поэтому мы ее сейчас вот так сократим. Еще, опять же, сильнее останавливаем ее в росте. И вот эти у нас тоже пойдут. И будут уже там делать более короткие. Уже не такие пологие вот в стороны, как вот эта ветвь. Они уже могут чуть-чуть приподниматься. Это будет, думаю, хорошо. Сейчас мы ее сократим. Так. Ну вот, гораздо более такой причесанный. Аккуратненький. Все сильное, что выросло, остановили. Теперь будут развиваться вот эти. Им что-то будет доставаться. Вот тут вот назад была бы хорошо эта ветвь. В эту сторону тоже. Расстояния у них большие между ветвями. Это неплохо, так как листья все равно большие и крупные. Особенность дерева. Поэтому вот таким образом. И теперь, значит, сколько лет этому растению, я не знаю. Потому что вот, не помню, два или три года назад. Три, кажется, года назад я его приобрела в черном горшке в садовом центре. Уже вот с этими корнями. Это все было. Этот ствол, по сути, он просто немножечко порос вверх. И я его стала останавливать в росте. Поэтому сколько ему лет, даже предположить не могу. И часто спрашивают, когда можно, если вы купили маленький. Вот этот маленький был куплен два года назад. Это был, вот как наверху у нас. Вот, вот низа как будто нет. Вот в таком виде он был куплен. Вот так до серединки. Вот такая вот была веточка два года назад. Я думаю, что он был, ну, наверное, год ему исполнился. Скорее всего, да, год. То есть ориентировочно это трехлетка. Максимум может быть четыре. Если, например, очень рано проклюнулись семена, да. Я же не знаю, где он рос. В теплице может очень рано. То есть три-четыре года до этого момента он просто рос. Я ничего не обрезала. И вот в этот момент, чтобы он все-таки не вытягивался очень сильно. Потому что он, конечно, вот тут видно уже довольно интересное утолщение становится. Вот. Он, конечно, немножечко утолщается. Но так он будет очень долго гнать у нас вверх. Ничего в стороны у нас расти не будет. И несмотря на то, что вот этот будет, скорее всего, вариант в виде факела такой. Потому что, судя по почкам, они вряд ли будут растить в стороны эти веточки. Скорее всего, они вот так пойдут под более сильным углом наверх. А использовать проволоку у Гинка очень сложно. У него очень-очень тонкая кора. Сдирается она просто моментально. А заращивается очень плохо. Поэтому проволоку используют в редких случаях. Вот. Поэтому это, скорее всего, будет в виде факела. И можно его сейчас обрезать. То есть вот у него первая обрезка. Три-четыре года. Постоянно это спрашивают. Так. И мы его обрежем вот так. Очень-очень-очень сильно. Неплохо тут видно. Вот таким образом. Все. Вот он будет растить тут в стороны. У него еще есть шанс. Тут очень молодая кора, молодой ствол. Что-то здесь пробудить. Возможно. Возможно, не будет. Но возможно, когда он тут пробудит, чуть-чуть еще подрастет. Утолщится. Тут вырастет длинный. Будет сокращен еще ниже. То есть переведена сейчас как бы вершина вот эта ветвь будущая. Возможно, будет еще перевершинивание. Это может быть делаться у деревьев, которые мы формируем, очень часто. Очень-очень долго. И когда они уже даже приняли форму, которую мы как бы добивались. Все равно через какое-то время, возможно, придется и перевершинивать, и менять ветви. То есть какая-то ветвь у нас уже слишком толстая. Мы переводим на более тонкие побеги, чтобы это было гармонично. То есть это вечный процесс, так как это живое растение. Так что вот коротенький ответ на то, как будет с этим деревцем. И когда можно делать первую обрезку, чтобы ему не навредить. И чтобы ему задать какую-то форму и остановить в росте. Вот. Этот у нас не будет в этом видео в следующие разы. Если уж очень-очень хочется и будет много просьб, чтобы о нем тоже было отдельное видео. Тогда, возможно, о нем будет отдельно, тогда в другом стиле. Вместе они в видео встречаться не будут. Так что только если в другом видео будет много просьб. Если это интересно. Потому что там будет очень долгий процесс. Тут еще хоть как-то есть какая-то основа. Каркас, на который дальше мы все это будем нанизывать и формировать. Там будет все очень долго и медленно. Все. Вот так он выглядит. Срезы аккуратненько сейчас я обрежу, чтобы они были хорошие, обработанные. Замажу и будет расти дальше. Отправляется на улицу, будет расти. Чувствует он себя прекрасно. Я волновалась за его пересадку, за его корни. Но вот все прошло хорошо. И судя по побегам, которые он вырастил, ему все нравится. Все. Подписывайтесь на канал. Увидите продолжение. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok